Здравствуйте, учащиеся! Тема нашего урока – повторение второй и третий признаки равенства треугольников. Сегодня на уроке мы повторим второй и третий признаки равенства треугольников при решении задач. Рассмотрим второй признак равенства треугольников. Согласно второму признаку равенства треугольников, если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащих к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны. Значит, если сторона АС треугольника АВС будет равна стороне А1С1 треугольника А1В1С1, угол А треугольника АВС будет равен углу А1 треугольника А1В1С1, и угол С треугольника АВС будет равен углу С1 треугольника А1В1С1, то по этим трем условиям мы будем с вами говорить о том, что эти треугольники равны по стороне и двум прилижающим к ней углам, то есть по второму признаку равенства треугольников. Рассмотрим следующее задание. Отрезки АВ и СД пересекаются в середине О отрезка АВ. Угол ОАД равен углу ОВС. Докажите, что треугольники ВОС и АОД равны, и найдите ВС и СО, если СД равно 26 см, а АД равно 15 см. Запишем дано. По условию задачи отрезки АВ и СД пересекаются в точке О, причем О является серединой отрезка АВ, то есть АО равно ОВ. Угол ОАД равен углу ОВС. СД равно 26 см, а Д равно 15 см. Наша с вами задача доказать, что треугольники ВОС и АОД равны, а также найти ВС и ОС. Доказательства. Рассмотрим треугольники АОД и ВОС. В этих треугольниках АО равно ОВ, поскольку по условию О является серединой отрезка АВ. Угол ОАД равен углу ОВС, также по условию. И угол АОД равен углу ВОС, поскольку они являются вертикальными. Итак, мы увидели, что сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника. Значит, из этих трех условий следует, что треугольник АОД равен треугольнику ВОС по стороне и двум прилежащим к ней углам, то есть по второму признаку равенства треугольника. А мы с вами знаем, что в равных треугольниках соответственные углы и стороны равны. Поэтому ВС равно АД и равно 15 сантиметрам. ОС равно ОД и равно 1 второй СД. А по условию задачи СД равно 26. Поэтому, умножая 1 вторую на 26, получим, что ОС равно 13 сантиметрам. Ответ ВС равно 15 сантиметрам и ОС равно 13 сантиметрам. Рассмотрим следующую задачу. На бисектрисе угла А взята точка D. А на сторонах этого угла точки В и С такие, что угол АДВ равен углу АДС. Докажите, что ВД равно СД. По условию задачи у нас дан угол А. И проведена бисектриса. То есть угол ВАД равен углу САД. Также известно, что угол АДВ равен углу АДС. Нужно доказать, что ВД равно СД. Доказательства. Рассмотрим треугольники АДВ и АДС. В этих треугольниках угол ВАД равен углу САД по условию. Так как по условию у нас говорится, что АД это бисектриса. А бисектриса делит угол пополам. Угол АДВ равен углу АДС также по условию. ААД является общей стороной. Итак, мы с вами выявили, что сторона и два прилижающих к ней угла одного треугольника равна стороне и двум прилижающим к ней углам другого треугольника. То есть выполнилось условие второго признака равенства треугольников. Значит, из этих трех условий следует, что треугольник АДВ равен треугольнику АДС по стороне и двум прилижающим к ней углам. А мы с вами знаем, что в равных треугольниках соответствующие углы и стороны равны, поэтому ВД равно СД. Что и требовалось доказать. Рассмотрим следующее задание. В треугольниках АВС и А1В1С1 АВ равно А1В1 ВС равно В1С1 Угол В равен углу В1. На сторонах АВ и А1В1 отмечены точки Д и Д1. Так, что угол АСД равен углу А1С1Д1. Нужно доказать, что треугольники ВСД и В1С1Д1 равны. Запишем дано. По условию у нас даны треугольники АВС и А1В1С1. АВ равно А1В1 ВС равно В1С1 И угол В равен углу В1. Также угол АСД равен углу А1С1Д1. Нужно доказать, что треугольник ВСД равен треугольнику В1С1Д1. Доказательства. Рассмотрим треугольники АВС и А1В1С1. В этих треугольниках АВ равно А1В1 по условию. ВС равно В1С1 по условию. Угол В равен углу В1 по условию. То есть мы получили, что две стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равны двум сторонам и углу между ними другого треугольника. Значит, эти треугольники равны. Значит, треугольник АВС равен треугольнику А1В1С1 по двум сторонам и углу между ними. А в равных треугольниках соответствующие углы и стороны равны. Обозначим за Х равные углы АСД и А1С1Д1. Тогда угол ВСД будет равен угол С минус Х. А угол В1С1Д1 будет равен угол С1 минус Х. Так как углы С и С1 равны, это значит угол ВСД равен углу В1С1Д1. Рассмотрим треугольники ВСД и В1С1Д1. В этих треугольниках ВС равно В1С1 по условию. Угол В равен углу В1 по условию. И угол ВСД равен углу В1С1Д1 по доказанному выше. Тогда мы видим, что сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника. То есть мы видим, что выполнилось условие второго признака равенства треугольников. Поэтому треугольник ВСД равен треугольнику В1С1Д1 по стороне и двум прилежащим к ней углам. А теперь повторим третий признак равенства треугольников. Согласно третьему признаку равенства треугольников, если три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого треугольника, то такие треугольники равны. То есть для того, чтобы доказать, что два треугольника равны по третьему признаку равенства треугольников, мы должны искать равенство следующих элементов. АС равно А1С1, АВ равно А1В1 и ВС равно В1С1. Тогда из этих трех условий будет следовать, что треугольник АВС равен треугольнику А1В1С1 по трем сторонам. Запишем дано. АВ равно АД, СВ равно СД. Нужно доказать, что угол В равен углу Д. Доказательства. Проведем отрезок АС и рассмотрим треугольники АВС и АДС. В этих треугольниках АВ равно АД по условию, ВС равно СД по условию, АС – общая сторона. То есть мы выявили, что три стороны одного треугольника соответственно равны трем сторонам другого треугольника. То есть выполнилось условие третьего признака равенства треугольников. Значит, из этих трех условий следует, что треугольник АВС равен треугольнику АДС по трем сторонам. А мы с вами знаем, что в равных треугольниках соответствующие углы и стороны равны. Поэтому угол В равен углу Д. Что и требовалось доказать. Итак, сегодня на уроке мы повторили второй и третий признаки равенства треугольников при решении задач. На этом урок завершен. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин